Каждый думает, как бы отомстить, как бы ответить злом на зло. И ни у кого не возникает мысли, чтобы наоборот ответить добром на зло. Ведь мы же знаем прекрасно, что гордым Господь противится. Сегодняшний воскресный день Церковь Христова предлагает нам евангельскую притчу о мытаре и фарисее. Знаете, можно сказать, что День Ангела сегодня у каждого из нас, в том числе и у меня тоже. Потому что мы все в некоторой степени являемся и фарисеями, и мытарями. Мы видим, что два человека, как в сегодняшнем евангельском чтении слышали повествование, находились в храме. Один из них был мытарь, то есть сборщик налогов. То есть сейчас в современном мире называют их налоговиками. А второй был фарисей, тот человек, который жил по букве закона. Не отклоняясь ни вправо, ни влево, что написано в Писании, то и сотворял, то и соблюдал. И в полной мере, конечно же, старался исполнить. Естественно, никто из нас, как говорится, не избавлен от страсти, от греха, который называется осуждением. И фарисей тоже не был избавлен от этой страсти, от этой, знаете, зависимости нехорошей. И он, зайдя в храм, увидел, что в храме стоит мытарь. Он его знал, естественно. Знал, какую он деятельность ведет. Знал, чем он занимается. Он зашел, мытарь стоял у входа в храм. Не перед там, допустим, алтарем, не на видном месте. А чтобы его никто не видел в начале храма. И фарисей зашел, увидел его боковым зрением, пошел прям чуть ли не в алтарь, к самому алтарю пришел и начал свою молитву. Благодарю тебя, Господи, за то, что я имею возможность там давать десятину от своих заработков в тебе, в церкви твоей. Благодарю тебя, Господи, за то, что я не такой, как этот мытарь, который вон стоит сзади меня. Я ж никого не обманываю, чужой ни у кого не беру. Я ж такой хороший, я ж такой прекрасный, такой замечательный перед твоими отчами, Господи. А мытарь стоит, осознавая свою греховность, и говорит, Боже, милости, буди мне грешным. Казалось бы, простые слова. Никаких молитв он не знал. Но осознавая свою греховность, осознавая то, что он творит не то, что положено, то, что он творит не богоугодные дела, он бил себя в грудь и говорил, Боже, милость, буди мне грешным. То есть, осознавая свою греховность, осознавая свою неправоту перед отчами Спасителя, он говорил, Господи, иными простыми словами, прости меня, великого и окаянного грешника. А фарисей, наоборот, он не чувствовал своей вины, не чувствовал своих грехов, потому что он жил по букве закона. И он считал, что он тем самым идет спасительным путем, исполняя заповеди закона, делая то-то, 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 как говорится, все по расписанию. Но смотрите, какая получается ситуация. Казалось бы, он живет по букве закона, все делает необходимое, все, что положено, но в это же время он осуждает человека, которого он знает. А может быть, даже и не знает этого человека. Он осуждает, он уже совершает грех. Все те добрые дела, которые были, допустим, у него, в один миг все перечеркиваются, потому что он судит. Потому что он сам ставит себя на место величайшего судии, на место спасителя, на место судии всего человечества. Какие бы ни совершал человек поступки, добродетели, преуспевал бы в них, вот осуждение все перечеркивает. А осуждение – это гордыня. Человек смиренный никогда в жизни не сможет никого судить. Почему? Потому что он имеет в сердце в своем смирении. А осмирение, мы знаем, это что? Это одна из величайших добродетелей, которой, к сожалению, так же, как и любви, нет в современном мире. А если есть, то буквально очень мало. Единицы тех людей, которые всем сердцем своим хотят достичь этого состояния. Хотят достичь смирения. Казалось бы, когда в жизни все ладится, вроде бы можно и смириться, можно где-то кому-то уступить, или хотя бы попробовать это сделать. Но стоит только нас зацепить, а особенно за живое, за гордыню, все. О каком смирении может быть и речь? О каком смирении кто в этот момент думает? Не о каком. Каждый думает, как бы отомстить, как бы ответить злом на зло. И ни у кого не возникает мысли, чтобы наоборот ответить добром на зло. Ведь мы же знаем прекрасно, что гордым Господь противится. Навстречу Господь не идет никому из гордых людей. И лишь смиренным Господь посылает свою благодать. Вот посмотрите, все святые угодники Божии, которые сейчас находятся в небесном царстве. Ни одного из них нет там, который бы на земле живя имел гордость. Ни одного. Небесную обитель населяют небожители, которые лишены, которые прожили жизнь земную так, чтобы истребить, искоренить из своего сердца и души эту проказу, гордыню, которая была у фарисея, которого мы сегодня вспоминаем. Мытарь, казалось бы, вел неподобную жизнь. Жил не с Богом. Грешил, сотворял. Но что мы видим? Мы видим смирение. Мы видим, что у него нет гордыни. Он не говорит и не бьет себя в грудь, говоря, что «О, Господи, я какие добрые дела творю! Вот, Господи, я помогаю тому, тому, ближним, знакомым, родным, всем помогаю!» Он этого не делает. Он, наоборот, сокрушается и осознает свою греховность, говоря «Божьей милости, буди ми грешному!» Тем самым, что он делает? Он борется со своей гордыней с помощью смирения. Так и нам, да Господи, дорогие братья и сестры, побеждать дьявола, побеждать гордость именно с помощью этой величайшей добродетели, которая именуется «смирение». Потому что, если мы хотим жить за Христом, и если мы хотим в будущей жизни быть вместе с Ним, то должны помнить, что гордыня не должна идти рядом с нами. Мы не должны знать этого состояния, и всеми своими силами должны удаляться от Него. Потому что гордость нас всех приведет куда? Не к Спасителю, не в Царство Небесное, а в вечное мучение, в вечную, в преисподнюю. Там, где нет никакой радости, там, где нет, знаете, как говорится, никакой доброты, там никакого смирения нет, никакой кротости нет, любви там нет. Там, знаете, вечная погибель, вечная темнота, вечная мерзлота, греховная, конечно же. Поэтому нам, дай Господи, дорогие братья и сестры, помнить сегодняшнюю евангельскую притчу, которую нам предлагает Церковь для того, чтобы на примере мытаря все свои силы приложить для того, чтобы выращивать в себе вот это самое смирение. Потому что если мы не потрудимся для того, чтобы вырастить Его, то, конечно же, мы не сможем быть наследниками жизни вечной. Мы не сможем быть вечно со Христом. Мы, к сожалению, будем вечно с кем? С противоположным состоянием Христу, то есть с Антихристом. А кто из нас сознательно хочет быть вечно с Ним? Не какой-то короткий промежуток времени, когда мы уподобляемся, когда мы наслаждаемся своими страстями, когда мы полностью прогибаемся под них, а вечно с дьяволом. Кто хочет быть? Кто хочет вечно пребывать в состоянии отчаяния, уныния, в состоянии терзания, мук, совести своей? Кто один на один хочет остаться со своей совестью, со своими грехами, со своими страстями, не на год, не на два, не на сто лет, а вечно, навечно? Но разумного человека нет. Только лишь тот человек, который служит Антихристу, вот тот человек, конечно же, готов на это. Но мы все с вами призваны служить Христу. Господь нас всех создал для того, чтобы мы вечно были с Ним. Не этот промежуток времени, который мы живем на земле, а вечно. А вечность ждет каждого из нас после нашей смерти. После того, когда душа отойдет уже от тела разлучиться с Ним и пойдет уже в будущую жизнь, в другую жизнь, которая уготована каждому из нас. И вот Церковь, как любящая мать, заботится о душе каждого из нас. Тот человек, который, находясь в Храме Божьем, со вниманием слушает слова службы, слушает и евангельское чтение, которое предлагает Церковь, и апостольское чтение, и молитвы, и прошения. Все направлено ко Христу. Все направлено к источнику нашего спасения, к нашему Спасителю. Каждое евангельское чтение, оно несет в себе назидательный урок для каждого из нас. И Церковь готовит нас из года в год постоянно к жизни вечной. Постоянно предлагает нам то или иное событие евангельское, ту или иную притчу, но все это идет подготовка, подготовка нас к жизни вечной. И самое главное, к жизни вечной с нашим воскресшим Спасителем. И дай Господь, дорогие братья и сестры, сейчас, в эти святые дни, когда Церковь Христова подготавливает нас ко дням Святаго Великого Спасительного Поста, уготавлять и подготавливать свои души и сердца к самому величайшему событию, которое грядет, к воскресению нашего Христа, к воскресению нашего Спасителя, к тому празднику, которому нет равных, к тому празднику, который является самым главным событием земной жизни временной и будущей жизни вечной. И дай Господи, вспоминая в сегодняшний день притчу о мытаре и фарисее, всем нам стремиться к состоянию мытаря, не к фарисею, а к мытарю, потому что мытарь, осознавая свою греховность, говорил «Боже, милости, буди мне грешным!» То есть, осознавая свою неправильную жизнь, он просил у Господа прощения и надеялся на то, что Господь помилует его через покаяние, через смирение. И обязательно Господь его помиловал, так же, как и помилует каждого из нас, кто придет к нему с чистым сердцем, с покаянной душою и, самое главное, с осознанием своей греховной жизни. И как только мы встанем на путь спасения, на путь исправления своих грехов и страстей, мы должны помнить, что в конце этого пути нас ждет Сам Воскресший Христос. Но этот путь нелегкий, этот путь неширокий, и он очень узкий, тернистый. Этот путь, который наполнен скорбями, болезнями, искушениями и, самое главное, кознями врага рода человеческого. Потому что он, видя, как только душа начинает стремиться к покаянию, как только человек начинает осознавать свою греховность и стремиться к исправлению, тут же враг рода человеческого всеми путями, всеми правдами, неправдами, всеми способами старается отвратить эту душу, этого человека от пути спасительного. Старается всеми возможными силами, которые у него есть, наоборот, сбить истинного пути, сбить того пути, который ведет в Царство Небесное. Но мы все с вами прекрасно знаем, что ему дана лишь малейшая, небольшая власть от самого Спасителя. Зачем и почему? А для того, чтобы проверять каждого из нас. Проверяет Господь через козни врага рода человеческого наше внутреннее естество. Проверяет наш стержень, то есть нашу веру. Насколько мы верны нашему Творцу. Я неоднократно привожу в пример житие Святого Праведного и его многострадального. Вот посмотрите на житие этого угодника Божия и все становится понятно. Насколько Господь также на примере этого Ветхозаветного Праведника проверяет каждого из нас. Пусть не в такой степени жесточайшей, как Господь проверял Святого Праведного Иова, но обязательно проверяет Господь и смотрит, как мы ведем себя в той или иной ситуации, оставшись, допустим, без средств к существованию. Кто из нас будет в этот момент благодарить Христа? Ну, наверное, никто. Если один человек найдет в себе силы благодарить, то это слава Богу. А остальные будут наоборот роптать и говорить, Господи, а за что Ты мне такое посылаешь? Я же вроде бы стараюсь каждый воскресный день ходить в храм, все большие и великие двунадесятые праздники быть в храме и посты соблюдать и среду, и пятницу, а за что Ты мне такое посылаешь? То есть, мы уже начинаем роптать. Вместо того, чтобы благодарить, вместо того, чтобы осознавать свою греховность, мы начинаем забывать об этом состоянии, забывать о смирении и начинаем доходить до безумства, когда мы уже начинаем роптать на Спасителя. Что это такое, Господи, зачем Ты мне такое посылаешь? Или болезнь какую-то Господь нам пошлет? Это что же может быть? И бывает это для спасения нашей души, не для тела, потому что тело, оно призвано для истления, оно рано или поздно все равно уйдет в землю, из которой взяток. А Господь болезнь посылает для спасения вечной, бессмертной души. И кто из нас будет в болезнях благодарить Христа, лежа на адре, скажем так, прикованных в постели? У кого поднимется рука и перекреститься и поблагодарить Спасителя? Опять же, если у одного, у двух поднимется, это слава Богу, а у остальных? Остальные опять начнут роптать. Господи, за что Ты мне такую болезнь послал? У меня же еще дети несовершеннолетние, которых надо воспитывать, а еще будут внуки, правнуки и прочее, прочее. То есть мы уже живем не будущей жизнью, а этой временной, к сожалению, земной. И мы притягиваемся к ней, прилепляемся к ней как к магнику и хотим, чтобы у нас все было хорошо. Не задумываясь и не думая в этот момент о том, что нас ждет вечность. И вечность именно нас ждет либо со Христом, либо без Него. И если мы проживя на земле будем в буквальном смысле за все благодарить Христа, буквально за все, тогда в жизни будущей вечной, когда она станет вечность для нашей души, не для тела, а для души, тогда и Господь будет с нами вечной, будет вместе с нами радоваться о спасении нашей души. А если мы будем прилепляться к земле, к ее благам, к ее проблемам, то, конечно же, в конечном итоге нас это все поглотит и полностью нас мир проглотит. Тогда уже, к сожалению, даже если будем мы задумываться о вечном спасении, то оно для нас не настанет. И мы, к сожалению, будем находиться где? Где вечная греховная мерзлота, где вечная греховная темень, где нет никакого луча, никакой надежды, никакой любви, где нет никаких добрых чувств, где нет радости, где постоянная уныние, печаль и отчаяние, и постоянная темнота. Вот закройте себя кто-нибудь хотя бы на неделю в темном сыром чулане, где нет никакой связи, ни доступа никакого нет. И поживите там. Даже дня никто там не сможет прожить. Одного лишь дня. Я уже не говорю там, недель это очень много. Один день пройдет это, как будто бы целая вечность прошла. А представьте еще связать себя там веревками, не давать себе ни пить, ни есть. Все, это вот состояние, грубо говоря, состояние ада уже на земле. Но это всего лишь какой-то один день. А что такое один день по сравнению с целой вечностью, которая ждет каждого из нас? Мы, конечно же, на какой-то миг можем себе это представить, но никто об этом глубоко не задумывается. А об этом надо подумать. Об этом надо задуматься, как мы живем и как мы должны жить для того, чтобы вечно радоваться со Христом. Не чтобы вечно сидеть в темном сыром подвале, а чтобы вечно с ним радоваться. Если хотите веселиться вместе с ним, но для этого нам необходимо самое главное осознать свою греховность, осознать свою неправоту, встать на этот узкий тернистый путь спасительный, который ведет к самому Христу, бороть все козни врага рода человеческого, которые он на нас направляет, конечно же, с Божьей помощью. И самое главное научиться чему? Научиться никого не осуждать и научиться всех любить. вот это самое главное то делание, которое мы обязаны исполнить, живя на земле, потому что уже в будущей жизни у нас такой возможности не будет. Там уже не будет возможности наскаяться, там уже не будет возможности справляться, там уже наступит вечность. Поэтому мы живем на земле для того, чтобы подготовить свои души для будущей жизни, для того, чтобы здесь, живя на земле, пройти весь свой жизненный путь вместе со Христом, боря всех возни врага рода человеческого, чтобы в будущей жизни тоже быть вместе с Ним и прославлять Его воскресшего, которому подобает держава великолепия всегда, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. С праздником всех вас, дорогие братья и сестры! Храни вас всех, Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин